Улан-Удэ снова поплыл. Ночью прошел ливень, а наутро в городе уже работали коммунальщики. К восьми утра сотрудники комбината по благоустройству откачали 600 кубометров воды. Разумеется, изначально пристальное внимание уделили самым популярным скоплениям ливневых вод, а это улицы Сахьяновой, Трубачеева, остановки Туя, Интерьер и ТСК. Сообщить о местоположении Луж можно в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 44 46 77. В Улан-Удэ с неба выпадают не только осадки, но и плиты. Да-да, вы не ослышались. Бетонная плита разбила машину. Все это произошло в центре Улан-Удэ около офиса Буркопсоюза. Мы сидели в офисе как раз на четвертом этаже. Нам позвонили, потому что номер телефона есть на машине сзади. Позвонили и сказали, что на вашу машину плита упала. Мы прибежали на место. Кран стоял там, что-то они тут делали, с проводами что-то связано. Но точно я не могу ничего сказать. Как говорят очевидцы, около одной из машин незадолго до приземления плиты стоял человек. Он чудом избежал смертельного удара. Так, уберите детей от экрана. А также особо впечатлительным мы рекомендуем не смотреть следующие кадры. Как сообщает управление ПЧС Улан-Удэ, ночью 1 августа юноша и его подруга предположительно пытались покончить жизнь самоубийством. Молодой человек открыл двери. Квартира вся залита кровью. То есть молодой человек 98-го года и девушка находились, скажем сказать, в шоковом состоянии с признаками суициды. Понуждались в медпомощи, но они отказывались. То есть, ну, данные люди были переданы сотрудникам медицинской скорой помощи. Популярная телеведущая Елена Летучая на Байкале. Она прилетела сюда, чтобы нырять за покрышками. Тем самым, Летучая и ее команда внесли свой вклад в экологическое здоровье Байкала. При нахождении шин в воде выделяется серо-тяжелый металл, бензопирен, фенон и другие вещества. Все эти компоненты наносят серьезный вред Байкалу.